Нашего канала Станислав Рынкевич написал сегодня заметку о том, очень помог Атлетику выбить Ливерпуль. Что выйдет на первый план? Хочется верить в футбол. 15 номер и Жерар Пике номер 3. Слева и Пуч на правом фланге вырезают отличную передачу на Суареса, но Яноблаку таким ударом не забить. Яноблак в воротах у Атлетика Мадрид 13 номер. Пару центральных защитников сегодня составляет химия. Пятым номером и Сауль 8 в середине поющей линии. Главный тренер команды Энрике Сетьенц на игра Маркаса Льярента. Продолжает Атлетику прессинговать в Барселу. В штрафную площадь опасно. Естественно мяч идет на Маркаса Льярента. Свежее лицо в атаке. Хотя уже не первый раз Атлетику играет с Маркасом. Вот Диего Симеоне. Сам они не вручают, а в Лигу чемпионов попадают все четыре команды первые. Поэтому тут разницы немного. Караско зарабатывает штрафной. Атлетику Мадрид подберет. Подача. Это очень опасно. Это чрезвычайно опасно. Это невероятно опасно. И Барселона в общем отскочила в этом эпизоде. Хоть в воротах у них Супермен. И как его, с кем его только. Откидывает Видаль на месте. Без нарушения правил отбирает мяч Ракити. И чудар поворотом. Облак на месте. Иван Ракитич в... Чи уходит от Климана Лангле. Вот он уже в штрафной. Но нет. Здесь защита мяча. Он играет пяткой. Тут попадание в руку. И это штрафной удар. Саулю. Мяч попал в руку в этом эпизоде. Здорово. Удар низом. Это похоже был удар именно поворотом. Подготовленная акция. Диего Коста подстраховал Яноча. Подача. Рикошет. И мяч полетает в ворота Атлетику Мадрид. Месси заработал угловой от Диего Коста. Диего Коста забил за Барселону. Так бывает. 1-0 в пользу Барсы. После стандарта. После подачи в штрафную площадь. В матче, где играет Атлетику Мадрид. У которых раньше были министры обороны. Все сплошь в центре защиты. Сейчас от Диего Коста. И менять, судя по всему, река... Если это уже не провел, Эрнандо Сармари. Севилье, например. Сейчас заброс из глубины. Вот он уже в штрафной площади. Падение и точка. Это пенальти. Артур Видаль, кажется, отработал в обороне. Избил Караско. И будет на этот раз. В другой. В правой. В свои. Не забил пенальти в чужие. Но вечер... И Торстегин еще и карточку получает. Сам судья в динамике этого не увидит. В этом смысле он 4. Бать, Сауль. На этот раз на линии остается Торстегин. Правый и падает в другой угол. А Сауль забивает ответный гол. 1-1. Довольно быстренько Атлетико Мадрид вернулся в эту игру по счету. Пропустили такой во многом курьезный гол. Ну просто потому, как он залетел в ворота на 11-й минуте. Ну а затем Сауль. Аналанглея на фланг в борьбу. И здесь нарушает правила Жорди Альба. Вот Антуан Гризман на скамейке запасных против своего бывшего клуба. То ли в кризисе, то ли еще где. И, конечно, Лео Месси с мячом метит в дальний угол. Не попадает совсем чуть-чуть. Классный удар. Середина передача на лоди. Прострел низом. Вратарь, конечно. С помощью длинной передачи на Леонеля Месси. Теряет Месси. И Сауль. Играя против Месси жестко. Аль. Снова Месси. И вот так и Атлетико Мадрид. Но быстренько она переносится на правый. Это неудачная передача. Томас Парти большой мастер-пасс. Но вот здесь... Тау, насколько выходящие на поле добавят. Ох, как сейчас. Красиво Лоди был обыгран. И уже довольно давно не было моментов. То есть вот такой... Нормальный процесс. Сейчас смотрим. Месси. Любое поколение Барселоны неизбежно будут сравнивать с... Это именно на 31-й минуте остановкой игры для того, чтобы... Чем даются указания. Поддержку от президента. Все любопытно, что выражающий на Ариаса низом Льоренте оставляет кор... И опять на правом фланге. Но это слишком сильно для него. Как графика заполняющая. Но можно играть. Он остается у Барселоны. Лео Месси. Сауль. На карточку наиграл. В этом эпизоде точно и по совокупности, может быть, всех эпизодов, которые сегодня уже набрались. Он и под... Снова Барсов возвращает себе мяч с боями, но возвращает. Месси недоволен тем, как его атаковали на фланге. Это немного раз. Доходит до левого фланга. Передача в штрафную. Сейчас посмотрим за атакой Барселоны. Замену в Сосуны очень результативно. Себя на правом фланге. О, как здорово играет Пуч. Партии. Глубоко неправ. Это тоже может быть на карточку, кстати, нарушение правил. Что-то Мернандес-Эрнандес. Пуч. Это удар Леонеля Месси. Рикошет и великолепная реакция Яна Облака. Вот и концовка первого тайма. Месси. Снова похожая подача. На этот раз работает сюда. И Ракич пришел. Месси, кстати. Можно, наверное, сказать, что... В целом равная игра. Если столкновение... Ну, это команда Симеона, конечно. Филиппе Глубоко. Ну, тут потому что борьба навязывается всегда. Тут потому что без сопротивления продирается. И дальше идет по центру. И можно бить. Рикошет. Кажется, вне игры надо фиксировать. Не будет вне игры. Будет угловой зафиксирован. Диего Коста был в нормальном. Массу сейчас вариантов найдут, наверное, режиссеры, чтобы между Барселоной и Атлетико после первых 45 минут выбегать в контратаку. У Атлетико... Второй попытки, но Атлетико все-таки гол. У Барселоны Таштегин в воротах первый номер. Таштегин тренирует свои команды. Соответственно, и обслуживает сегодняшнюю встречу в качестве главного судьи. Эрнандес Эрнвара сыграет в касание на партнера. И это второй пенальти в матче. На этот раз Филиппе сыграл неаккуратно. И, пропустив Семеду, сбил его с ног. 11-метровый теперь для Барселоны. 40-50-е уже минута. Удар Месси. И счет становится 2-1. Издевательский удар. Немножко, но Месси может себе это позволить. Барса снова выходит вперед. Мы с вами отмечали в первом тайме, что угловой они заработали благодаря очень своевременной передаче в касании без промедлений на свободное пространство для того, чтобы эту скорость получить из кому. И здесь также отметим очень здорово от Филиппе. Какой жесткий момент, а! Желтая карточка. Филиппе. Сниматься. Так. Здесь Месси... Если это в меньшей степени, он как раз проходит через этот процесс. Но сменит... Гризман. Уже навешивает в штрафную площадь Диего Коста! Рядом. Очень близко. И по времени тоже, в общем, большим количеством побед у Атлетика Мадрид в истории. А сейчас на пуче идет передача, но пробить отсюда в касание невозможно. А больше одного сделать никто не даст. И успел он здесь перерезать ход движения. Положение, хотя было очень опасно. Здесь Месси с нарушением отбирает. Ну, а вот это что? Это желтая карточка Леонеля Месси. Звольте ему сыграть. А пока... Еще пенальти! Конечно! Еще пенальти! Третий в игре! На этот раз... А, снова Караско! Снова Караско зарабатывает 11-метровый! Караско Сауль! Не забивает! Нет, забивает! Забивает Терштеген! Едва не берет второй пенальти в этой игре! Но нет, все-таки! 2-2! Атлетико Мадрид реализует оба 11-метровых! Сауль забивает свой второй гол в сегодняшней игре! И пят... Ушел от Видаля! Диего Косту точно не жалко, когда его бьют по ногам с его-то репутацией! И вот идет... Добрался, как будет на этот раз! Караско подает! Заброс! Ну, здесь играет 4-е! Прострел низом! Подача Месси! Что такое? Любое падение теперь в штрафной будет вызывать споры! И требование поставить пенальти! Штрафную площадь! Момент Месси! Мимо мяча! Видаль бьет! Чуть-чуть не попадает в створ ворот! Еще один классный момент для Барселоны! Получится в момент! Вероятно!